В Одессе на посёлке Котовского неизвестные провели варварскую вырубку деревьев. Город лишился около 200 зелёных насаждений. Подробности в сюжете. С каждым днём Одесса, некогда слыша о зелёной столице, становится пустырём. Складывается впечатление, что в городе существует преступная группировка, которая выполняет свою работу в ночное время суток. Пока местные жители спокойно спят, мафия не дремлет, а берёт необходимую технику и уничтожает все деревья подряд. Кто является крёстным отцом, который безжалостно отдаёт приказы убивать зелёных, неизвестно. Хотя, вероятно, главарь решил свести счёты совсем не с безобидными насаждениями, а с одесситами. Ведь именно люди, проживающие на проспекте Добровольского возле рынка Северный, аж до улицы Бочарова, остались без места прогулок и без своего любимого сквера. Стоит отметить, что в горзелентресте сообщили, что никаких указаний относительно вырубки не давали. Кем же являются те загадочные вырубщики, пока неизвестно. Мы просто надругались над жителями посёлка Котовского и вырубили вот такую зелёную массу, которая являлась лёгкими нашего посёлка. Мы спрятались там от солнца, мы гуляли, пенсионеры там сидели, немножечко зарабатывали копеечку себе какую-то. И сегодня утром мы увидели вот такую картину ужасную. Ночью вырубили, утром ещё допиливали, когда я ходила на базар. И сбежали все. Кто это, что это, никто ничего не знает. Больше всего от рук местной мафии пострадали предприниматели, которые, выйдя на пенсию, вынуждены подрабатывать около рынка, продавая товары для малоимущих пенсионеров и инвалидов. Словом, одни нищие работали во благо и себя, и других нищих. Но их лавочку очень старательно пытаются прикрыть. Сначала подвинуть, а потом ещё подвинуть. И в результате, вероятно, выдавить с насиженных мест. Нараходили эти базарные, обещали, вас никто не будет трогать. Только в пятницу нас перенесли на эту сторону, как в понедельник сделали санитарный день и повалили вот это. Оставили нас без куска хлеба. Жители посёлка Котовского обеспокоены как никогда. Ведь если около рынка Северного совершили такой вандализм, то не исключено, что парк, который находится неподалёку, тоже в опасности. «Что будет дальше? Если сейчас отрубили здесь лес, а за базаром есть парк, правильно? Что, послезавтра парк нам тоже ждать, чтобы вырубят? Или нам все бабушки будут собираться, всю молодёжь, и туда идти, чтобы охранять этот парк? Или как это получается?» Как показывает практика, беспредел группировки «убить зелёных» продолжается в городе уже давно. Каждый крёстный отец пытается нажиться на горе других и отхватить местечко потеплее – для постройки супермаркета, парковки или чего-либо другого. Но куда деваться людям и так перебивающимися с копейки на копейку не волнует никого. А уж чем будут дышать жители города, судя по всему, вообще глупый вопрос. Но если в Одессе вырубка зелёных насаждений продолжится такими темпами, то в ближайшем обозримом будущем аптеки снимут большую выручку, так как очереди за кислородными масками побьют все рекорды. А наш легендарный горзелинтрест останется без работы. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».